В одной из сельских школ Омской области обнаружили полтергейст. Там сама по себе начинает двигаться мебель, раздаются странные звуки и сами по себе перемещаются школьные принадлежности. Туда даже отправились ученые, которые выяснили причину в одном из учеников. Съемочная группа новости здесь отправилась на место, чтобы проверить действительно ли мальчик обладает сверхъестественными способностями. Летающие цветы, падающие скамейки, а еще странные шорохи и звуки. И все это вот в этой обычной, на первый взгляд, сельской школе. Полтергейст здесь завелся сравнительно недавно. Снятых на видео необъяснимых явлений нет, но местные уверены, в селе творилось что-то странное. Педагоги рассказывают, полтергейст появляется, когда в кабинеты заходит один из школьников. С нами пообщалась мама мальчика, но имя просила не называть, боится лишнего внимания. Говорит, аномалии начались месяц назад. Топот был, например, так вот. Вот топот, они думали, это он топает. Он идет впереди, и за ним вот так вот идет. Такое вот, началось так вот. Все у бабушки происходило. Все у бабушки происходило. Потом в школе стало происходить. Тогда учителя обратились к ученым. По их словам, аномалия не опасна. Ни для мальчика, ни для окружающих. Более того, ситуация не уникальная. Все такие случаи, а у нас в Омской области было несколько таких случаев, в том числе, когда участники полтергейста являлись именно дети. То есть вокруг них все это происходило. Такое происходит раз в несколько лет. Это однозначно у нас. Это около трех месяцев длится. В данном случае это длится около двух месяцев. Вот этот эффект. Если это не пресечется воздействием исследователей, которые туда приезжают, если они не изменят это положение, то через месяц это закончится. Ну а пока исследователи дополнительно изучат фото и видео, которые они получили из учреждения. Юлия Боброва, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск. ВИ masses.